Я хочу сказать, когда мы начинаем рассказывать о том, что парламент не поднимает тот или иной вопрос, не совсем так. На этой неделе в парламенте достаточно часто обсуждалось три вопроса. Первый вопрос о том, что в зале никто не будет голосовать, за исключением отдельных депутатов, за выборы на Донбассе сейчас, до того момента, пока не будет безопасности и восстановлен мир на Донбассе. Раз. Второе. Началась опять тема подниматься о короткоствольном оружии. Да, действительно поднимается тема, и вот Сергей Банхайз, он знает в курсе, создается даже уже рабочая группа о том, чтобы сделать закон, о том, чтобы был закон о праве каждого украинца защитить себя. Если государство не может выполнить свои функции, то оно обязано дать такую возможность гражданам защищать самих себя. Два. Третий. Действительно обсуждаться начал вопрос о пенсионной реформе. Но знаете о чем говорят? А кто-нибудь знает, какая будет пенсионная реформа? Нет. Почему? Не было рабочих групп, не было круглых столов, не было обсуждений. Поэтому парламент зачастую обсуждает то, что есть на повестке дня. А повестку дня, извините, формирует коалиция. И поэтому мы не можем на это влиять. Парламент, напоминаю, в нашей стране должен определять путь развития всего государства. А вы мне сейчас признаетесь в том, что вы не влияете на эту повестку. Я пытаюсь понять. Парламент есть коалиция и оппозиция. Поймите вы это. Коалиция это большинство, оппозиция меньшинство. Коалиция формирует повестку дня. Но коалиция украинского парламента игнорирует права оппозиции на полностью. И самое интересное, что у нас в стране регулярно меняется коалиция и оппозиция. А правило остается всегда. Кто коалиция, кто ставит оппозицию.